Строительные леса вокруг здания школы номер 23, как бальзам на душу для жителей поселка Просторный. Работа кипит. После визита главы муниципального образования Сергея Сергеева, у школы появился шанс принимать учеников в новом учебном году в совершенно ином облике. Просто мы поддерживали, скажем так, санитарное состояние и делали небольшой косметический ремонт. То есть красили стены, красили полы и так далее. В этом году внимание нашей администрации Сергея Павловича Сергеева упало, скажем так, на нашу школу, за что я очень благодарен. И были выделены средства из муниципального бюджета. На сегодняшний день меняется кровля обеих зданий учебных, где проходит учебный процесс, и будет отремонтирован фасад. Первую очередь ремонтных работ уже завершили. Поменяли коммуникации, привели в порядок водопровод. В настоящее время идет замена кровли. Впереди прокладка новой теплотрассы. В 70-м году, когда открыла свои двери, школа отапливалась печами. То есть вот на месте нашего спортзала здесь был дровяник. Вот лежали дрова, лежал уголь и топили дети, сами топили печки для того, чтобы поддерживать температурный режим в школе. В 91-м году к нам пришло паровое отопление. То есть на территории детского сада находится котельная. Сейчас она уже переведена на жидкое топливо, то есть соляркой топится. И теплотрасса 263 метра отапливает все здания 23-й школы. Значит, тоже 24 года этой теплотрассе. Теплотрасса уже пришла практически в негодность. Своими силами уже привели в порядок пришкольную территорию. Разбили цветник. В учебных классах провели косметический ремонт. К юбилейному первому сентября ребята свою школу просто не узнают. И не только ребята. На торжественную линейку пригласят выпускников разных лет. Для них это будет настоящим сюрпризом.